Уважаемый Алексей Леонидович, меня зовут Ишмаметев Валерий Иванович. Майор милиции в отставке, награжден медалями за безупречную службу, являясь ветераном труда Челябинской области. 8 сентября 2019 года я и моя семья в единый день голосования голосовали за вас, как губернатора Челябинской области. Поводом для обращения к вам послужило то, что 13 сентября 2020 года в период выборов депутатов Магнитогорского городского собрания, где я был зарегистрированным кандидатом в депутаты по 25 избирательному округу, были нарушены мои конституционные права избирать и быть избранным. Особо следует отметить, что в ходе выборов грубейшим образом были нарушены требования статьи 66 Федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав граждан. Важно знать, что согласно статьи 118 Конституции Российской Федерации правосудие в Российской Федерации осуществляет только судом. Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и Федеральному закону. В настоящее время все документы и ходатайства о фальсификации результатов по 25 избирательному округу города Магнитогорска представлены в Челябинский областной суд судебную коллегию по административным делам. Считаю особо важным подчеркнуть 13 сентября 2020 года в первый день голосования были выявлены факты грубейшего нарушения Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. По поводу выявленных нарушений я обращался в участковую избирательную комиссию, территориальную избирательную комиссию Дудкину. Меня слушают, но не слышат. Обращаюсь к вам. Алексей Леонидович, прошу вас, услышьте меня. 14 мая 2021 года в Челябинском областном суде будет рассматриваться административное дело в суде апелляционной инстанции. Я прошу суд рассмотреть административное дело в полном объеме, всесторонне и объективно. И по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вынести беспристрастное решение. Подчеркиваю, беспристрастное решение. В сентябре 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу. Обращаясь к вам, прошу принять Исключительные меры по недопущению фальсификации и дискриминации. Кроме того, нарушение Конституции Российской Федерации. В заключении хочу подчеркнуть, я, офицер, буду добиваться до конца справедливого решения. Оставляю за собой право обратиться к президенту Российской Федерации Владимир Владимировичу Путину, как гаранту Конституции. Спасибо. Спасибо.